Главнее всего погода в доме поется в одной известной песне, а если погода еще и теплая, то совсем хорошо. За то, чтобы в домах горожан было тепло, отвечают ресурсы, снабжающие организации. Здравствуйте, в эфире программа «Комфортный город» и сегодня мы узнаем, как чебоксары готовятся к отопительному сезону. Смотрите, у нас их 5 котлов, каждый по 500 тонн, 2500 тонн пара в час. Это 960 гигакалорий. Вот этот, допустим, это улица Декабристов. Здесь указаны насосные определенные. Ремонтные бригады, как я уже сказал, работают в усиленном режиме, готовят объекты. Чебоксарская теплоэлектроцентраль. Именно здесь вырабатывается тепло, которое затем подается в половину жилых домов Чебоксар. Как это происходит, сейчас расскажем. Если говорить кратко, то весь процесс выглядит так. Специально подготовленная вода по трубам поступает в котлы, где она нагревается. Дальше пар от нее поступает в паровые турбины, которые вращают роторы электрических турбогенераторов. В них вырабатывается электроэнергия, затем она по линиям электропередачи поступает в единую энергетическую систему и распределяется по промышленным и бытовым потребителям. А отработанный в паровой турбине пар поступает в подогреватели. После горячая вода по магистральным трубам уходит в город. Через распределительные квартальные тепловые сети поступает в систему отопления и горячего водоснабжения зданий. На ТЭЦ нас встречает Газриталия Руджев, технический директор, главный инженер. Первым делом отправляемся в котл турбинный цех. Это сердце станции. Если вы думали, что котлы на ТЭЦ выглядят как обычные, только большие, то вы ошибаетесь. Это огромные сооружения со всех сторон, окруженные трубами высотой с 12-этажный дом. В каждом установлено по 8 газовых горелок. Вода в котлах закипает и образуется пар температурой 560 градусов. Ну вот смотрите, у нас их 5 котлов, каждый по 500 тонн, 2500 тонн пара в час. Вот, это 960 гигакалорий. Мы самые сильные морозы, самые сильные морозы для нашего города, вот, минус 32 и ниже, отпускаем максимум 600 гигакалорий. То есть, этих котлов запасом, даже полутораскратным запасом достаточно для того, чтобы теплооснабжение в полном объеме осуществить. Летом такой объем тепла не нужен, и в постоянной работе находятся 1-2 котла. Сейчас идет подготовка к грядущему отопительному сезону. 4 из 5 котлов уже планово отремонтированы. Последний в процессе. За работой котлов постоянно следят, отбирают пробы воды и пара, и проверяют их нащелочность, жесткость и содержание солей. Далее перегретый пар поступает в паровые турбины. Он под большим давлением проходит через лопатки и начинает вращать ротор электрического генератора. Так вырабатывается электроэнергия. На ТЭЦ установлены 4 турбогенератора. Их суммарная мощность – 460 мегаватт. Один из них сегодня находится в плановом капитальном ремонте, который продлится 80 дней. Работы только начались. Как я уже сказал, только идет процесс разборки, раскладки и по ремонтным площадкам. Сейчас параллельно идет дефектация, каждый узел дефектуется, и начинается сам ремонт, замена узлов, и потом уже будет происходить обратная сборка. За работой энергетического оборудования круглосуточно следят специалисты ТЭЦ. На булочных счетах управления отражается вся информация о работе котлов и турбин. Вот на эти мониторы выведены параметры работы турбинных установок. Сейчас вы видите, что все зелено-цифровые значения есть и индикация цветовая. На данный момент практически одинаковая нагрузка, равномерно распределены, две машины в работе. Вся информация с них поступает на главный щит управления. Отсюда осуществляется контроль за работой всех цехов и участков станции, а также связь с внешним миром, со специалистами регионального диспетчерского управления и электросетевых компаний. Как работает станция, мы выяснили. Теперь пора узнать, какой путь преодолевает горячая вода перед тем, как попасть в наши квартиры. От ТЭЦ отходят 9 магистральных труб, которые питают половину Чебоксар. 4 подающих, по которым горячая вода уходит в город, и 5 обратных, по которым возвращается остывшая вода. Утвержденный температурный график подачи воды для нашей зоны климатический 150 на 70. Но решением администрации городов Чебоксара-Новочебоксарска введено ограничение 115 градусов в подающем трубопроводе. Это соответствует температуре наружного воздуха минус 17 градусов. Диаметр каждой трубы 1 метр. На каждом участке трубопровода установлены узловые камеры. Позволяет нам перенаправлять потоки тепловой энергии в нужном направлении. При необходимости отключать поврежденные участки, ограничивая время локализации поврежденного участка. Запорная арматура полностью автоматизирована, электрифицирована. Сокращает время выполнения оперативных переключений. Работает бригада в составе не менее трех человек. Для удобства наши тепловые камеры обеспечены площадками обслуживания. Трубопроводы максимально утеплены и готовы к несению нагрузки в осенне-зимний период. Чтобы аварийных ситуаций на магистральных сетях было как можно меньше, проводятся ремонтные работы. По плану в этом году к ним приступили после 15 мая, а завершили 28 августа. Замена участка в этом году по магистральным тепловым сетям города Чебоксар не производилась. Выполнялся ремонт запорной арматура, замена и модернизация тепловой изоляции. То, что было запланировано и согласовано в графике с городской администрацией, полностью 100% выполнено. Магистральные сети на 100% готовы к несению нагрузки в осенне-зимний период. Планово проведен ремонт и насосных станций. Сейчас находятся в режиме пробной циркуляции, испытываются под нагрузкой. И, в принципе, также на 100% полностью готовы к несению нагрузки. Насосные станции нужны для того, чтобы перекачивать воду. Тем самым система отопления потребителей защищена от перепадов давления. Территория Чебоксар неровная и разница высот местами достигает 40 метров. В случае аварийных, непредвиденных остановок насосных станций, они все оборудованы водохранительными сбросными устройствами, которые защищают магистральные трубопроводы, трубопроводы распределительных сетей и системы теплопотребления потребителей от повышения давления. За работой магистральных трубопроводов и насосных станций следят в диспетчерской службе. Вот этот, допустим, это улица Декабристов. Здесь указаны насосные определенные. Вот так выглядит схема магистральных сетей части Чебоксар. Она нужна для того, чтобы диспетчер смог быстро понять, в каком конкретном месте возникла проблема, и направить бригаду для устранения неполадок. Сейчас идет межотопительный сезон. Мы контролируем подачу горячего снабжения и потребителям города Чебоксар-Ново-Южно-Центрального района. В отопительный сезон мы контролируем не только давление, а также температурный режим. Горячая пора и в других теплоснабжающих организациях. Так, новое муниципальное предприятие «Теплосеть» готовится к своему первому отопительному сезону. «Теплосеть» будет обеспечивать подачу тепла в жилые дома и организации вместо коммунальных технологий, с которыми администрация города расторгла договор. В котельных сделан ремонт. Сейчас по всему городу проводят плановые осмотры трубопроводов. На многих находят дефекты. На этом участке ремонтная бригада устраняет свищ. Так называется пробоины в трубе. Главные причины течи – точечная коррозия металла и изношенность труб. Вот так выглядит фрагмент трубы, который заменили рабочие, а на его место поставили новый. Процесс устранения дефекта не быстрый, длится около пяти часов. Сначала вызываем представителей. Тут «Корэлектросеть», «Коргаз», «КТС». Потом эскаватором выкапываем. Все, раскрыли плиту, устранили свить. За один день бригады успевают устранить неполадки на двух участках. Ремонтные бригады, как я уже сказал, работают в усиленном режиме, готовят объекты к подаче сезона. То есть, как будет выездано распоряжение в начале отопительного сезона, соответственно, будет подано тепло в дома наших горожан. К этому моменту все объекты будут подготовлены. Сейчас идет вопрос аренды дополнительно землеройной техники, автотранспортной техники, которой часть техники осталась у коммунальных технологий в собственности. Потому что техники, которые переданы, ее однозначно сейчас не хватает. В ведении предприятия «Теплосеть» находятся 106 объектов теплоснабжения. Это котельные, тепловые пункты, котлы и более 300 километров коммунальных сетей. Большая часть в плохом состоянии. Самый большой процент изношенности – это по тепловым сетям, которые составляют около 85% в настоящее время. Да, как вы видите, на месте мы сейчас стоим и наблюдаем, что трубы имеют большой износ, требуется их замена. Но по остальным зданиям, сооружениям, по котельным, СТП там по около 75% износ. В первую очередь поддержать сейчас работоспособность систем теплоснабжения. Но в дальнейшем формировать и материальную базу, и развивать, применять новые технологии для развития систем теплоснабжения города Чебоксара. С магистральными и квартальными трубами разобрались. На очереди – следующее звено системы отопления – жилой дом. Сюда подходят уже внутриквартальные трубы. На входе в каждый дом установлен специальный счетчик. Он считает общий объем поступившего тепла. Чтобы узнать, как тепло доходит до квартир, нужно заглянуть в самое холодное место дома – подвал. Заходим. Темно, мокро, а еще и множество крыс. На самом деле это все мифы. Чего в подвале действительно много – это труб. По внутренней разводке тепло поступает в тепловой узел. Он установлен в каждом подъезде, который распределяет отопление по квартирам с помощью подающего трубопровода. Как только тепло достигает последнего этажа, оно начинает идти вниз по обратному трубопроводу. Трубопровод подающий день проходит через спальные помещения, через залы, а обратный трубопровод проходит через кухню. Значит, соответственно, в помещении кухни должно быть не менее 16 градусов температуры, а в жилых помещениях от 20 до 22 по нормативу требуем. На каждом узле проведена теплоизоляция специальным материалом. Вот так на ощупь, посмотрите. А чем он хорош, этот материал? То есть что обеспечивает дом? Вот этот материал обеспечивает экономию тепла. Значит, наружу от нагревания труб не выделяется тепловая энергия. И это один из способов экономии тепла. В жилых домах устанавливают терморегуляторы, которые корректируют температуру теплоносителя. Благодаря им, к примеру, шанс обжечься трубу равен нулю. Терморегуляторы бывают разные. В этом доме установлен погодный. В тепловом узле установлены датчики на подающей, на обратной линии. Также, значит, следующий датчик стоит на фасаде здания, который определит температуру наружного воздуха. В автоматическом режиме потом происходит смешивание между подающей и обратной линией, и соответствующая температура, соответствующая температура графика, подается в дом. Вот этот шкаф является непосредственным блоком управления тепловой энергией. Параметры, которые передаются от датчиков, здесь выведены, заложены. Еще один плюс терморегуляторов в том, что жильцам нужно меньше платить за отопление. В месяц сумма платежа выходит на 25-30% ниже. К новому отопительному сезону в этой управляющей компании подошли во всеоружие. На сегодняшний день все работы, предусмотренные по подготовке жилфонда, значит, касающиеся инженерным сетям, системы отопления, выполнены. На сегодняшний день получены 100% наряды на пуск тепла. Практически мы готовы хоть завтра приступить к подаче тепловой энергией. Отсутствие долгов перед ресурсоснабжающими организациями – еще один критерий получения паспорта готовности. С управляющими компаниями, которые вовремя не оплачивают потребленное тепло и горячую воду, ресурсники активно судятся. Чтобы таких случаев было меньше, необходима помощь самих жителей. Мы периодически информируем жителей путем размещения на подъездах о задолженности их управляющей компании за услуги отопления горячего водоснабжения. И на сегодняшний день призываем жителей активно контролировать работу своего управляющей компании не только в части выполнения каких-то текущих ремонтов, каких-то других работ, но и в части именно наличия задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. Другой вариант решения проблемы – переход на прямые платежи. Есть проблема с платежами управляющей компанией. Граждане, жители платят ресурсоснабжающие организации, но деньги до ресурснабжающих организаций не доходят. Они остаются на счетах управляющих компаний. Есть эта проблема. Поэтому сейчас ведется активная работа администрацией районов города Чебоксары по переходу на прямые платежи, чтобы именно платежи граждан напрямую доходили до ресурснабжающих организаций. Это именно как раз в этот момент очень важно. Сейчас, когда нужны необходимые средства дополнительные для подготовки объектов к отопительным сезонам. Сделать это можно двумя способами. Первый способ для жителей – провести общее собрание собственников и составить протокол. Затем его нужно передать в управляющую компанию. Второй – для ресурсоснабжающих организаций. Если управляющая компания не платит за потребленное тепло и горячую воду два месяца, то организация получает право присылать счета напрямую потребителям. В случае, если управляющая компания имеет задолженность очень большую, если с ней невозможно договориться по погашению долга, это, конечно, самый такой, вернее, это единственный выход для ресурсника – получать деньги напрямую. Потому что здесь у жителей и у нас уверены, что деньги напрямую попадают к нам, и мы знаем конкретно, с кого взыскивать. Вечерами мы встречаемся на дворовых территориях и разъясняем, что у горожан есть право и есть возможность оплачивать напрямую за потребленные ресурсы. На данный момент мы работаем в 130 домах. На сегодняшний день уже в 70 домов есть подтверждение, что они готовы оплачивать напрямую за потребленные горячую воду, за потребленные теплоснабжения. Работа будет продолжена. Начать отопительный сезон готовы почти все многоквартирные дома Чебоксар. Промывку и опрессовку прошли 99% домов. Остались те, где пока идет капремонт. По состоянию на 14 сентября всего оформлено 1299 паспортов готовности. Капа Калининскому району – 299, по Ленинскому району – 508, по Московскому – 492 к отопительному сезону. То есть 71% данного плана. Необходимо получить 1830 паспортов готовности. На подписании в теплоснабжающих организациях и в администрациях района находятся паспорта на сегодняшний день на 507 домов. В течение текущей недели паспорта готовности будут подписаны по всем районам. Пока батареи в наших домах холодны, но скоро это изменится. По нормам тепло включают, когда 5 дней температура за окном держится ниже 8 градусов тепла. А если верить синоптикам, это случится уже в начале октября. И можно быть уверенным – погода в доме будет теплой. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова